Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть в Fallout 3, в прошлой серии мы таки вернулись на столичную пустошь, но еще выполняем задание, наверное последнее все-таки задание из DLC Point Lookout, поэтому задание у нас вот как-то затянуло вот в это здание разрушенное, здесь куча гулей и компьютер уцелевший одинокий стоит, давайте посмотрим что он нам расскажет. Люблю с первого раза взламывать компьютеры. Так, добро пожаловать, справка по программе автокодировки, доступные записи, ничего не понятно. Так, 10-е, 18-е. Кашель. Объявление для отдела продаж. В ознаменовании великого окончания квартала, мистер Стэттем поручил мне отпустить сотрудников отдела на праздники раньше обычного помехи. Это было не просто выпустить новый акустический бур на рынок, привыкший к традиционному буровому долоту, но благодаря вашей самоотверженной работе и помехе, ныне акустический бур является новым стандартом индустрии бурения. Благодаря заключенным вами как частным, так и государственным контрактам мы обеспечены устойчивой прибылью на долгие годы. От имени мистера Стэттема и Буров Данвича поздравляю с наступающими праздниками. Теперь спешите домой к семьям. Аплодисменты. Через 5 дней. Внимание пользователя ООО Палсофт не рекомендует проводить записи в низкочастотной окружающей среде. Подобное использование аппаратуры ведет к аннулированию всех гарантий, автодиктофон автоматически отключается. Внимание пользователя не рекомендует проводить записи... Так, подробное окружающей аппаратуры ведет к аннулированию гарантий... Что? Две записи одинаковые, да? Я что-то не понял. Что за черт? Что это было? Неважно, неважно. Где это? Где? Звук удара, шуршание бумаги здесь. Шуршание бумаги в целостности и сохранности. Иисус, сколько крови, но я все прибрал. Все чисто, чисто, черт, еще. Надо идти, надо сохранить. Кого-то что-то сохранить. Моя кожа, кажется, ее не осталось. Теперь один из... Я один из них, наверное, хотел написать. Но они знают, что это все еще у меня. Назад, назад. Ты достаточно близко. Звук двери... И ты, и ты тоже. Эй, один из нас. Один из нас. Ак-к-вал-тот вернулся. Так, это мы это читали, да? Да. Ак-к-вал-тот, ак-к-вал-тот. Я пришел, я пришел. Возвращение темного храма. Крики, кручения, звук удара. Нет света, нет плоти. Темный храм появился. Темный храм погиб. Ак-вал-тот опять вернулся, вернулся. Короче. Происпользовать изделие для хранения данных. Вы сможете прояснить детали у вашего администратора. Понятно, что ничего не понятно. Пошли дальше. Нам, короче... Я хотел сначала за Фоксом сходить, да? Но что-то мне уже лень отсюда выбираться. Потому что фиг знает куда. И проще мне уже, я думаю, найти будет этот алтарь, да? На котором мы сможем. Ух ты. Тут прям полтергейст завелся у них. Заперто. Очень простой. Дринк. Фауст. Фласк. Да что такое? Ладно. Придется по скобочкам пройтись. Давно не гоняли мы по скобочкам. Уже последнее время нам хорошо так везло. Так. Фласк и стак у нас остался, да? Стак. Угу. Данные. Вот я здесь. Эта комната стала для меня ловушкой. Пытаясь хоть чем-нибудь себя занять, печатаю. Только не паниковать. Я не знаю, что тут творится, но хочу выбраться отсюда. Да, выбраться отсюда. Но я не могу даже заставить себя опять открыть эту чертову дверь. Я слышу, как эти твари там ходят с опят в опят. Еще что-то такое делают. Когда я зашел сюда, надеясь поживиться, то думал, что здания пусты. Через пять минут я уже был в этой комнате, напуганный до полусмерти. Твари погнались за мной. Я несколько раз выстрелил, промазал и побежал в темноте. Вот черт. Я сказал Билли, чтобы он захватил запас пули, гранат и встретил меня здесь. Это было три дня назад. Бедняге, видимо, не повезло. Надеюсь, его смерть была быстрой. Только послушайте, что я несу. Как последний идиот. Сбили все в порядке. Я просто посижу тут, пока твари не уйдут и встречусь с ним. Фех, ну историю я ему расскажу. Что-то мне кажется, что уже ты ничего не расскажешь никому. Что-то да, такие вот у меня сомнения на твой счет. Хотя тела вроде бы нету, но может он тут слишком долго сидел и в гуля превратился. Кто знает. Ой, промазал, да? Тут вот дверка какая-то есть. Ну и куда он, откуда он выбежит сейчас? Так стою как-то не очень хорошо. Темнота такая, вообще ничего не видно. Фантастика просто. Оп, я тут. Я тут. Давайте посмотрим по карте, куда нам надо. Нам надо вот как-то вот туда пройти. Да, это где у нас? Это где-то вот там. Так, один легенький прыжок. Оп. Оп. И мы промазали. Ладно, пойдем обойдем. Кажется, что вот здесь вот можно просто обойти, да. Гораздо проще. Оп, привет. Светлячок. Хороший выстрел. Тоже пойдет. Та-а-а-а-кс. Давайте посмотрим нам, куда нам, короче, вниз, по-моему, таки придется прыгать. Я подозреваю. Но я бы хотел попробовать этих. Главное, чтобы он за столб не зашел. Отлично. Непонятно где. Остальные двое. Или в углу они там стоят? Нет, нет. Я видел чьи-то ноги. Ладно, прыгаем. Тихо. Отлично. Надо бы починить нам трехлычевочку. Пожалуй. Так, ну я думаю мы... Да. Стоп, что? Отравленные подземелья и... По-моему, у нас меточка все время здесь будет. Куда бы я ни пошел. Ну ладно, нам тут говорили, что да, этот вернулся там. Кто он там? Демон этот или кто? Посмотрим. Ну это фанатики за этих демонов гулей, наверное, приняли. Так, я хотел кассету взять. А, и кстати, да, мы не послушали, у нас записи были, да. Давайте, седьмой. Рейдеры рассказывали множеству баек про зомби в заброшенных домах. Никогда не видел ничего подобного раньше. Но храни меня, Господь, они настоящие. Не совсем то, о чем говорил Тор, но очень похоже. Они, мне кажется, они когда-то были людьми. Храни меня, Господь. Сегодня я нашел отца. Я не думал, что это он, но... Его лицо. Зомби не тронули его. Кажется, он становился одним из них. Это мог быть только он, раз уж рядом нашлась та старая книга. Хватит смертей. Мне нужно уходить. И не забыть книгу. Это все, что у меня от него осталось. Что-то я подозреваю, что ты не ушел. Надо бы самую малость отдохнуть. Да, что-то его тянет. Слушайте, может нам не надо книгу камня? Острый нож вошлет его в глубокий храм. Снимайте кожу и повторяйте за мной. Абдулла приходит снова. И слабые станут пищей для него. Так устроим же первое имя глубокого храма. Возродился здесь и сейчас. Алха Зарет. Гьет. Гьет. Жалко, что лазерное оружие насквозь не пробивает. Блин, хочу, что в четвертом фоллауте были пушки, которые насквозь стреляют. Так, хорошо. Стимуляторчики всегда приятно видеть. Ну, отлично. Или наверх. Блин, а куда? Какой сложный выбор-то, а? Давайте пойдем наверх, посмотрим, что там сначала. По карте, что нам говорят? Ага, ага. Я понял, значит, нам все-таки вниз. По идее, там мы выходим в ту же локацию. Ну, в предыдущую. Или это мы здесь как раз выходим? Нет. О-о-о. Это уже, да, больше похоже на то, что нам нужно. Пещеры. Пока что не очень мрачные. Ну, звуки, конечно, здесь. О-о-о, начинается. Давненько не было тебя. А так же хорошо было и без потрошителей, а? Так, давайте починим. Раз такое дело это. Так, в помощь, да? Эпоксидочкой замажемся. Просто стоим и танчим. Все, затанчили. Хорошо. Активировать обелиск. Так, вроде ничего больше нету, да? Блин, показалось, что там кто-то ходит. Ну, давайте активируем обелиск. Сохранимся. Правда, что-то мне кажется, что не к добру это. Этот обелиск имеют общие корни. Рядом с обелиском даже находиться неуютно. Прижать Кривбекния к поверхности обелиска. Ну, так нам Кривбекния удалено. Вы получили карму. Отлично. Я думал, мы сейчас демона вызовем, если честно. Задание завершено. Темная душа Блэкхола. Даже находиться неуютно. Все. Все. Наконец-то мы закончили. С... Поинт-лукаутом. Насколько я понимаю, полностью. Мы, может, там не выполнили какие-то неотмечаемые квесты. Но, в целом, практически все квесты мы там сделали. Все локации открыли. Так, и теперь, я думаю, можем отправиться... Ну, во-первых, отправиться за этим. Сто лет уже новости тут не крутили. Нам, да? Так, как отсюда выбраться? Разваленный столичная пустошь. Нам куда-то туда. О, вот это выход, да? Даже написано, что это выход. А, кстати, вот этот товарищ, да? Который гранаты и боеприпасы принес. Блин, прикольно. Теперь мы знаем, кто это. Ох, скорпиончик. Ладно, пошли. Нащелкаем им. С кем он там воюет. Не хочу убегать. Опять нам не дадут быстрым перемещением. Нормально попользоваться. Проще, по-моему, убить всех будет. О, все. А теперь за Фоксом. Которого я Маркусом, да, походу, называю иногда. Ну, бывает. По старой памяти. Ой, так, где он у нас? Где он у нас в историческом музее? Если я не ошибаюсь. Да, вон он бродит. Ну что, друг, пошли. Пошли дальше чистить пустоши. Тебя что-то тревожит? Меня тревожит то, что... Долго я сам бродил по пустоши. В компании как ни крути веселей. Тем более, в компании такого здоровяка. Который сам всех увалит. Противников. Так, хорошо. Что у нас дальше по плану? Давайте посмотрим. Где мы еще не были? Мне давно говорили, чтобы я пошел в дом... В дом... Анны, по-моему. Где-то я видел его. Видел и потерял. Вот, дом Агаты, точнее. Вот. Пошли в дом Агаты. Она, по-моему, дает... Мне писали... Давно писали уже? На самом деле. Вроде бы дает задание на... На это. Кладбище. На одно из убежищ. На свалку, в принципе, можно будет сходить, я думаю. Почему бы нет? Ну так, чисто. Понятно, что псину брать не будем с собой, я думаю. Потому что не актуально. У нас, хотя там перк есть, который позволяет вернуться к убежищу и... Псина возродится. Но мы как-то... Доставка надам! Доставка надам! Все, Фокс, оставь его. Пусть убегает. Ух ты, елки-палки. Фокс там... Да, красиво. Блин. Что это за хлам? Через который я пройти не могу. Ну, давай, залазь. Фокс, пошли. Забей на него. Нам нужна агата. Где-то здесь она, вот, вижу. Где тут у нее дом может быть? Непонятно. Тут только... Развалены моста. Может, сверху там? Или у нее вообще-то пещера. А он, кстати, мостик, да, наверное? Давайте зайдем по мостику. Где-то там живет. Берем, наверное, оружие сразу. Фокс! Пошел догонять. Рейдер этого. Вы нашли дом агаты. Так. Ах, ах, ах. Я не ждала гостей. Вот это да. После этого путешествия ты определенно выглядишь весьма потрепанно. Ах, вы только посмотрите, какая я невоспитанная. Я агата. Как я рада с тобой познакомиться. Ну, а теперь, что заставило тебя проделать весь этот путь? Любопытствую. Честно говоря, тут почти ничего нет. Песок ищешь, скалы. У нас этого добра полно. Конечно, ты можешь осмотреть территорию. Не буду тебя отговаривать. Я просто пытаюсь сэкономить твое время. Мой муж выстроил этот дом не зря. Упокой Господь его душу. О, ваш муж умер. Мне жаль. Это мило, что ты так говоришь. Да, он ушел. Мы провели вместе много счастливых лет после того, как он построил этот дом. Мы решили прервать контакты с внешним миром и быть друг другу и обществом и утешением. Давайте к делу. Вам что-нибудь нужно? Какая прямота? Это не всегда полезно, но порой это лучший способ сделать дело. Моя жизнь зависит от моей скрипки. Без нее мне не на чем играть. Без нее нет музыки. Если ты принесешь мне скрипку получше, я буду чувствовать тебя увереннее. Скрипку? Она вряд ли могла пережить войну. Да-да, очень печально, не так ли? Грустно думать, что больше никто и никогда не будет делать музыкальные инструменты, как раньше. Ну, к счастью, я знаю, где можно попытаться найти последнюю настоящую скрипку в мире. Если пообещаешь добыть ее, я расскажу тебе. Я хочу помочь тебе, но такая экспедиция дорого мне обойдется. В этом что-то есть. Возможно, я была эгоистична и пренебрегла твоими нуждами. У меня есть немного боеприпасов, остались от мужа. Коробка всякого хлама. По-моему, я ее несколько лет не открывала. Если ты сделаешь это, бери все, что хочешь. Ладно, обещаю вам. Ключ нам дали, да? Сделай все возможное, чтобы достать вам скрипку. Ах, наверное, я давно не была так счастлива. Как я и обещала, вот тебе ключ от ящика с боеприпасами. Он прямо под столиком с рации. Перед уходом послушай, что я тебе скажу. Хотя бы с чего начать. Все пошло от моей прапрабабушки Хильды в 2077 году, до того, как упали бомбы. У вас сохранились записи с тех времен? Что-то вроде. Хильда много писала моей прабабушке Мэри. От нее, в конце концов, письма достались родителям. А от них мне. Полагаю, что эту переписку можно рассматривать как нечто вроде дневника. Это уже начинает походить на охоту за тенью. Один знаменитый человек однажды сказал, что терпение – спутник мудрости. Если заткнешься и послушаешь, может, чего и узнаешь. Хорошая фраза. Ну и потом Хильда была довольно необычной женщиной. Необычайно талантливой и с классическим образованием. Скрипка Страдивари была ее гордостью и радостью. Могу только предполагать, какой это был уникальный инструмент. Когда война начала поднимать голову, люди из Волтек пригласили ее в убежище 92. Они клялись, что это убежище будет посвящено тому, чтобы беречь музыкальный талант. Музыкальный талант? Зачем им это? Волтек всегда рекламировала убежище как место сбережения искусств и прочее, и прочее. Хильда не могла упустить шанс встретиться с талантливыми музыкантами со всего мира, так что она приняла приглашение. А потом упали бомбы. Убежище было запечатано, и моя семья больше не получала от нее вестей. Неужели через десять лет скрипка будет в приличном состоянии? Хильда хранила ее в специальном герметичном чехле. Внутри чехла поддерживалась идеальная для инструмента температура и влажность. Если чехол еще цел, скрипка должна быть в отличном состоянии. Скрипка Хильди называлась Сойл Страдивари. У них у всех есть имена. Вот ее я и прошу найти. Знаете, где находится убежище 92? В том-то и проблема. Ни малейшего понятия. Ну, я знаю. Я бы предложила тебе отправиться в главный офис Волтек на развалинах Вашингтона. Оттуда можно начать. Хорошо. Хорошо. Можете рассказать что-нибудь о штаб-квартире Волтек? По моим сведениям, он расположен в развалинах Вашингтона. Один из караванов показал мне место. Они сказали, что там очень хорошая охрана, а внутри находится нечто, что они называют суперкомпьютером. Мы, по-моему, не были там, да? Я полагаю, это очень опасно. На твоем месте я была бы осторожна. Так. Хорошо. Мне пора идти. Все это очень интересно. Используем ключ. Патрон, батарея, выстрел, микроядерное, магнум. О! Да, надо пойти за толстячком. Правда? Фокс. Надо сходить за толстяком. Так, это у нас... А, ну, убежище 92. Вот оно. Но мы все-таки сходим в штаб-квартиру Волтек. Может быть, мы узнаем о других убежищах что-то интересное. Я думаю, да, все-таки будет любопытно туда сгонять. Так, где наша... Это как она называлась? Мегатонна. Вот. В мегатонну. Вернемся. Блин, почему все время нападает, как говорит, смерти на мегатонну? Я вот понять не могу. Вообще, все время при все время. Причем он дружественный ко мне. Вот я вот сколько раз не заходил, три или четыре раза. И все время появляется, как говорит, смерть. Я его каждый раз убиваю, он все время появляется. Ну, вот это такое вот, поняли? С этим, с... Как он называется? Интересно. С шлемом. Ну, не с шлемом, но, в общем, вы поняли. Загипнотизированный. Непонятно, что он здесь делает. Почему каждый раз? Вот-вот нигде больше не появляется, а только здесь все время. Абсолютно все время. Так, что у нас тут интересного есть? Мы давно реально дома так не были, капец просто. Поспать немного надо. Так, Фокс, выпусти меня, пожалуйста. Выталкивать придется тебя из комнаты. Так, мы что можем? Полностью вылечиться, полностью конечности. И все, короче, вывести из организма. Мини-лаборатория, создать новый состав. Че у нас тут? Получить? Ничего не делать. Получать нам пока не надо. Так, вот этот шкаф меня интересует. И толстяк меня интересует. Все, мы готовы. Мы готовы отправиться в штаб-квартиру Волтек. Осталось... Ой, только найти ее. Так, это неинтересно все. Жалко, нету какого-то поиска. Слушайте, мы, может, были там на самом деле? Я просто уже забыл об этом. Еще. О, штаб-квартира Волтек. Нет, мы там не были. Давайте зайдем в этот... На эту улицу. Как дела, Фокс? Ты не хочешь пострелять немного? По вот этому боссу. Фокс! Боже мой. Что-то с Фоксиком не то. Ух, ничего себе. Странно. Фокс раздуплить. Зато мы трехлучевочку можем сразу отремонтировать его. Трехлучевочкой. Ты же обладез. Трехлучевочек. Прекрасно. Просто прекрасно. Блин, я уже столько стелсбоев могу попродавать. Да и вообще хлама уже столько насобиралась. А что-то не хочется ходить продавать все это дело. Совершенно. Фокс, у тебя все хорошо. Как-то перекособочило тебя немного. Так. Давайте посмотрим, где у нас штаб-квартира. Штаб-квартира. Узел. Коллектор. Штаб-квартира. Могу я меточку поставить? А теперь... О, есть. Неожиданность такая вот у нас тут, да? Как нам туда попасть? Может быть, с этой стороны через гостиницу пройти? Может быть, тут будет проще все же. Правильно мы идем? Нет, Тавернон Сквер. Ну, в принципе, может быть, и выйдем тут где-то. Куда-то, не знаю. Сейчас посмотрим. Станция метро. И все. Да. И как туда попасть? Непонятно. Может быть... Ну, по-моему, тут вот стена вот такая была, по-моему, если не ошибаюсь. Блин. Может, как-то где-то обойти здесь можно? А, да мы что-то не в ту сторону. Вон, вон. Валтек, что в квартиру. Мы что-то не в ту сторону шли, наверное. Куда-то я смотрел. Где-то я заблудился, короче. Пожалуй. Так. Эм? Не увидел дверей даже. А, он по нам стреляет? Какой негодяй. От 101-го убежища. Ага. Ужас хочу. В принципе, на этих супер-мутантах много можно денег наварить. Очень много. Так, хорошо. Давайте мы оставим Валтек штаб-квартиру на следующей серии. Пока что прервемся. Вот. Пока что... Всем спасибо за просмотр. Всем пока. И увидимся в следующей серии. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok